Здравствуйте, мои дорогие! Что же я наделала? Была нормальная пятка с трещиной. Был натоптыш. А что же я сделала? Я взяла солициловую мазь 10-процентную. Мазь солициловую, обычную, дешевую. Оказывается, я преступница. Я, я изуродовала ногу. Почему я изуродовала свою ногу? Пусть бы были натоптыши. Пусть были бы все трещины. Не знаю, какое горе. Ой, ребята, посмотрите. Полюбуйтесь, пожалуйста. Неделя после того, как я сделала видео. А комментарии лучше не придумаешь. И хуже тоже. Очень много. Да, много. И таких спасибо за хорошие. Ну и спасибо за плохие. Солициловая мазь. Но чем же она опасна? И почему вы так испугались? Прекрасное средство. Мясо осталось. Пятка осталась. Трещины нету. Натоптыша нету. И ничего не нарастает и не нарастет. Просто мы будем ухаживать за ногами. Совет? Ну идеальный совет. Хороший совет. Неужели вы мне не верите и считаете, что я преступница? Ну не знаю. Не знаю. Кожа. Из чего кожа состоит? Вы же все знаете эпидермис. Дерма. И под кожей жировая клетчатка. Эпидермис состоит из чего? Никто не знает. Роговой слой. Там есть какие? Роговые клетки. Здоровая кожа. Вы ножки моете. За ножками ухаживаете. И у вас этот роговой слой сам по себе отшелушивается. И пяточки чистые. Но есть же люди, у которых проблемная кожа. У которых авитаминоз. У которых просто старых людей, когда вот это все, вот это все, рогоделший этот слой. Ну сам по себе уже не отходит. И нужно ему помочь. Основной вопрос это как эту мазь наносить. Значит мазь 10%. 10% наношу я на проблемную зону. Допустим у меня проблемная зона была пятка. Я эту мазь наношу. Я не втираю, просто нанесла. Допустим сегодня вечером нанесла мазь. А затем накрываю салфеткой. Накрываю чистой тряпочкой. То что у меня есть. Что-то простое хэбэшненькое. Вот я накрываю. А сверху надеваю кулек. Или просто вырезаю кусочек кулечка. Ну я надену кулек на ногу. Ой, боже, боже. Старость не в радость. Это точно, дорогие мои. Надела. Хорошенечко вот так вот зафиксировала. Можно еще завязать. И носок. Любой носок. Можно хэбэ, а можно вот такой самодельный, как у меня, вязанный носочек. Надела и на всю ночь. Утром желательно мы моемся, все, да. Но кулек не снимайте. Так в течение двух-трех дней. Но что можно посмотреть? Мазь впитывается. А второй раз сама мазь? Да, я мажу, конечно. Потому что мазь впитывается. Эта мазь, это не крем, а мазь все-таки. Она проникает в ткани. Поэтому я еще добавлю утром. Добавила еще немножечко. И можно эту салфеточку поменять на чистую. И пакетик можно поменять. Ножки можно мыть, но желательно эту часть не мочить. Значит, если у вас натоптыш старый, застарелый, и глубокая сухая трещина, то дня три, четыре, пять, шесть делаете эту процедуру. Все, вот это вся процедура. И так вот и ходите, и днем, и ночью, как я говорю. А потом, что будет потом? Я вам показывала. И меня ни в чем не обвиняете. Если у вас проблемы никакой нету, то вы ничего и не делаете. Еще раз посмотрите на эту пяточку. Бабушке 70 лет и немножко больше. Какая ножка? Так что есть чем гордиться, да? Значит, боли никакой нет. Не печет, ни зуда. Ничего абсолютно нет. На здоровую кожу, я говорила, нежелательно накладывать. А вот на эту, даже на всю стопу можно наложить. Все, вам самого доброго. Будьте здоровы. Пишите комментарии. Они мне помогают жить. Пока.